Два месяца прошло с тех пор, как эс-президент ЮАР Нельсон Манделла был доставлен последний раз в больницу при Тории в тяжелом состоянии. К клинике приходят дети, многие оставляют здесь цветы, рисунки, слава благодарности и пожелания выздоровления. В четверг у стен больницы прошла коллективная молитва представителей разных религиозных конфессий и конгрегаций. Да, он находится в критическом состоянии, говорит бывшая жена Манделлы Винни. Как любой человек в его возрасте, любой, кто прожил не самую благополучную жизнь, все нити ведут на Робин-Айланд, где они, борцы с апартеидом, работали на каменоломне. Эти камни разрушали их души. Считается, что именно за время 27-летнего заключения в тюрьме Нельсон Манделла и получил тяжелую форму туберкулеза, который постоянно дает о себе знать. Также Винни Манделла критикует людей за досрочные приготовления к похоронам экс-президента. Они уже считают его почти мертвым. И вокруг нас люди организуют в той или иной форме его похороны. Как могут нормальные люди с таким согласиться? Речь идет, по-видимому, о том, что дочь и племянник Манделлы, каждый со своей стороны, заключает сделки по предоставлению эксклюзивного права на трансляцию похорон первого чернокожего президента ЮАР различным ведущим мировым телекомпаниям. Субтитры создавал DimaTorzok